В регионе пересмотрят тарифы на электроэнергию. Этот вопрос стал основной темой обсуждения в ходе заседания областного общественного совета. Также на собрании говорили о благоустройстве Талдыкургана и мерах по укреплению взаимодействия властей между районами и городами области. В области ЖТСУ сеть ОТАТЭК охватывает более 12 тысяч километров. В эту территорию входит 323 населенных пункта. Стоимость тарифа для населения составляет 19 тенге. 32 тенге для юридических лиц и по 47 тенге для бюджетных организаций. Это на 3% больше, чем в предыдущем году. В последнее время мы стали чаще получать жалобы от населения, касающихся растущих изо дня в день цен на электроэнергию в области ЖТСУ. В свою очередь мы также подняли этот вопрос на общественном совете, пригласив на заседание руководителей учреждения ОТАТЭК. Представители комитета по регулированию естественных монополий в итоге получили от них обоснование. Нами будут рассмотрены меры по снижению цен на электроэнергию. На совещании был также поднят вопрос о создании диалоговой площадки для взаимодействия областного, городских и районных общественных советов. Это позволит сообща и максимально быстро разрешать проблемные вопросы, поступающие от граждан. Кроме того, были высказаны и предложения о проведении подобных встреч по мере необходимости. Один раз в квартал. Создание диалоговой площадки позволит встречаться раз в квартал, чтобы обсудить путь решения накопившихся внутренних проблем. На встрече был также рассмотрен и план работы Агентства по делам государственной службы. Так, в прошлом году населению было оказано около полутора миллионов госуслуг. Из них порядка 95% в электронном формате, более 9,5 тысяч в бумажном. Кроме того, на совещании было отмечено, что необходимо приложить усилия для благоустройства региона. В соответствии с этим Аким города Осет Масабаев представил проект по утверждению специальных правил по уборке населённого пункта, включающий мероприятия по санитарному содержанию, поддержанию чистоты и организации субботников. Сегодня мы утвердили положение по благоустройству города. Я считаю, что его внедрение повысит ответственность каждого жителя области. Если мы возьмём инициативу в свои руки, то привнесём большой вклад в благоустройство и озеленение города. Аида Ахметова, Камила Таныштай, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. В области ЖТСУ выявлено около полутора миллионов гектаров неиспользуемых земель. В связи с этим по поручению Генеральной прокуратуры совместно с Акиматом области начата работа по реализации проекта «Земля по закону». Об этом сообщил на заседании заместитель прокурора области ЖТСУ Серкалик Кушалеев. По словам сотрудников ведомства, все этапы по распределению, освоению и возврату земель имеют многочисленные проблемы, которые затрагивают интересы неограниченного круга лиц. Имеющиеся барьеры и отсутствие прозрачности этих процедур вызывают недовольство среди населения, что приводит к социальному напряжению. Стоит отметить, действующими правилами конкурсы по предоставлению земель осуществляются в бумажном формате, где решения принимаются в ручном режиме, что и создаёт коррупционные риски. Одним из основных критериев, помимо приоритета местных жителей, является бизнес-план с большим прогнозным объёмом инвестиций. Таким образом, для получения земель достаточно предоставить красиво оформленный бизнес-план. В настоящее время прокуратурой области ЖИЦУ совместно с Акиматом области ЖИЦУ разрабатывается проект «Земля по закону». Также в рамках реализации проекта «Земля по закону» предлагаем пересмотреть действующую модель предоставления земель в целях исключения коррупционных рисков, цифровизовать процесс её распределения. Сейчас разрабатывается пилотный проект информационной системы, которую планируется интегрировать в действующие базы Министерства юстиции, финанс, сельское хозяйство, труда и социальной защиты, в котором будут учтены приведённые высшие критерии. В духе политического соперничества и здоровой конкуренции. Именно так охарактеризовала текущую избирательную гонку перед выборами депутатов Можелеса парламента и Маслихаты всех уровней, исполняющие обязанности руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при президенте Жанар Санхаева передаёт Казинформ. Напомним, в настоящее время идёт вторая неделя предвыборной кампании кандидатов. По словам эксперта, ситуация показывает, что практически большинство кандидатов заняли проактивную позицию по продвижению своих программ. Одной из важных частей выборной кампании Жанар Санхаева отметила дебаты кандидатов, которые позволяют избирателям сравнить позиции кандидатов по ключевым вопросам. Поэтому дебаты разного формата необходимы на протяжении всей кампании. Прошедшие дебаты между представителями семи политических партий в прямом эфире Национального канала Казахстан показали достаточно хороший уровень их подготовленности. Каждая партия заинтересована в своей победе, заключила Жанар Санхаева. По нулям с 3 марта в стране стартовал прием заявок на банкротство. Согласно недавно принятому закону, казахстанцы, имеющие просроченные кредиты, могут пройти процедуры внесудебного и судебного банкротства, а также восстановление платежеспособности. Эти меры призваны снизить закредитованность населения и улучшить финансовый климат страны. Как же проходят эти процессы, какие требования предъявляются к заявителям и что их ждет после процедуры банкротства, узнавала наша съемочная группа. Порядка сотни человек обратилось в Талдыкурганский ЦОН в первый день принятия заявок о списании просроченных кредитов. В конце прошлого года главой государства был подписан соответствующий закон. Он предусматривает три вида различных процедур. Это восстановление платежеспособности, судебное, а также внесудебное банкротство. Именно этот процесс является наиболее актуальным для большинства обычных граждан, погрязших в кредитах. Однако для признания банкротства и списания долгов им необходимо соответствовать определенным критериям. Долг перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, коллекторскими организациями долг не должен превышать 1600 МРП. На сегодняшний день это составляет 5 млн 520 тыс. тенге. Второй критерий – у него не должно быть имущества. И третий критерий – у него должно быть на руках урегулирование платежеспособности со своим заемщиком, то есть с банками второго уровня, с финансовыми организациями. А также у него должна быть просрочка кредита более 12 последовательных месяцев. Это обязательный критерий. Даже если у него кредиты, например, имеются в двух-трех банках, и он в двух банках или в одном банке вообще не погашает, но в одном банке у него идет погашение другого кредита, он в любом случае не подпадает. Если должник отвечает всем требованиям, он подает заявление на внесудебное банкротство. Сделать это можно непосредственно в центрах обслуживания населения, а также через портал электронного правительства и приложение ЕСАЛЭК. Ответ приходит в течение 15 дней. Это либо обоснованный отказ, либо одобрение, в случае которого сам процесс банкротства будет длиться 6 месяцев, после чего долги списываются. Однако, говорят специалисты, банкротство все же крайняя мера, ведь процедура имеет ряд последствий для финансового статуса граждан. Должник должен осознанно принять для себя решение, прежде чем пойти на эту процедуру, потому что, признав его банкротом, он уже не сможет в течение последующих 5 лет получить кредит. И в отношении него в течение трех лет будет проводиться финансовый мониторинг. Последующее банкротство он может применить только по истечении 7 лет. И самое главное – процедуры судебного и внесудебного банкротства, а также восстановления платежеспособности – это не разовые акции. Принятый закон будет действовать постоянно, а значит граждане с долгами могут тщательно подготовить необходимые документы и в любое время обратиться за данными услугами. Дина Баранбаева, Жаслан Шинкенжи, телеканал ЖТСУ. Сделано в Казахстане. Какие проблемы испытывают отечественные товаропроизводители и какая помощь им необходима для развития своего дела? Эти вопросы стали главной темой встречи сотрудников прокуратуры области ЖТСУ с представителями малого и среднего бизнеса. Открытый диалог состоялся на площадке региональной палаты предпринимателей Атамикен. По данным надзорного органа, казахстанские производители по всей стране на сегодня говорят о неблагоприятных бизнес-условиях. В регионе также, согласно проверкам, из 5000 торговых зарегистрированных мест отечественным производителям предоставлено лишь 100 льготных мест. На встрече с предпринимателем рассказали прокурорам об имеющихся проблемах. В основном это налоговая нагрузка и административные барьеры. Отдельное внимание уделили вопросам получения различных подтверждающих документов, в частности, индустриального сертификата и сертификата ST.KZ о местах происхождения товара. Подобные документы на сегодня получили порядка 60 товаропроизводителей области ЖТСУ. Все озвученные обращения будут направлены на анализ для выработки системных мер по решению этих вопросов. Целью сегодняшней встречи является поддержка бизнеса, решение конкретных проблем, чтобы выработать конкретные предложения. И в дальнейшем будут направлены они в Генеральную прокуратуру для внесения уже предложений в правительство. Поэтому данная цель этой задачи является поддержкой именно отечественных товарных производителей. Именно защита бизнеса является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры, которое нашло свое отражение в новом конституционном законе Республики Кастана прокуратуре. Подобные встречи у нас проводятся очень часто, так как бывает очень много изменений вносится в законодательство, чтобы предприниматель был готов ко всем, то есть, скажем, какими столкнется барьерами, либо какими-то новыми требованиями, он был готов, и чтобы отрегулировать все спорные моменты. Это все делается в рамках того, чтобы улучшить ведение бизнеса и улучшить процедуру получения сертификата. В этом году в области ЖТСУ будет отремонтировано более 400 километров дорог. Причем до конца года планируется довести качество порядка 93% дорог до отметки «хорошее и удовлетворительное состояние». Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области ЖТСУ Галмжан Дарибаев. Глава ведомства сообщил, что на эти работы выделено 29 миллиардов тенге. Около половины средств будет потрачено на внутренние дороги области ЖТСУ. Остальное предназначено для строительства автомобильных дорог республиканского значения. В целом по области реализовано 30 проектов, ремонт дорог запланирован в 66 населенных пунктах. Самое главное в этом списке – трасса к озеру Балхаш. Особое внимание будет уделено также восстановлению пяти дорожных мостов. Работы в этом направлении продолжатся, а их ход будет находиться на постоянном контроле, отметил спикер. Всего из местного бюджета выделено 50 миллионов тенге на заключение договора с Национальным центром качества дорожных активов в целях повышения качества дорожно-ремонтных работ и проведения экспертизы объектов, находящихся в эксплуатации. Стоит отметить, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в восьми подрядных организациях утверждены ответственные по инженерно-техническим работам. Имеются 144 единицы спецтехники. Подготовлено 176 тонн топлива. Лучшего пресс-секретаря определили в области ЖТСУ. Первый подобный конкурс для специалистов по связям с общественностью как государственных, так и коммерческих организаций со всего региона организовал портал newshub.kiz. Прием заявок стартовал в середине февраля нынешнего года. Свои кандидатуры на конкурс представили 25 пресс-секретарей со всей области ЖТСУ. Голосование проходило до начала марта. Самое главное, что в нем могли принять участие именно журналисты, а также блогеры, охват в соцсетях которых определенное количество подписчиков. Для этого необходимо было пройти специальную регистрацию на информационной площадке newshub.kiz и подтвердить свою деятельность в масс-медиа. По результатам голосования победу одержал пресс-секретарь Акима Горда Талдыкурган Мадиш Акенов. Лидер голосования получил звание лучшего пресс-секретаря области ЖТСУ 2023 года, а также премию в 400 тысяч тенге. Однако, по словам организаторов, главная цель конкурса – налаживание контактов и укрепление взаимодействия между прессой и специалистами по связям с общественностью. Основной задачей конкурса стало выявление лучших пресс-секретарей области, предоставление им площадки для обмена профессиональным опытом, а также укрепление сотрудничества с журналистами, чтобы в процессе работы они могли свободно делиться и получать информацию. Также этот конкурс призван повышать качество работы самих специалистов отрасли, ведь различные конкурсы среди журналистов проводятся на постоянной основе, а подобное соревнование между пресс-секретарями организовано впервые. В будущем этот конкурс планируется провести и в других регионах Казахстана. Я работаю в данной сфере порядка двух лет. Считаю, что самое главное в нашей работе – это постоянное открытое взаимодействие со средствами массовой информации и населением. То есть мы должны находиться с вами в постоянном контакте и диалоге, сообщать обо всех проводимых мероприятиях, планах, отвечать на запросы прессы и вопросы наших граждан. Это награда для нас – большое достижение и знак доверия с их стороны. «Моя семья – мое богатство» – масштабное мероприятие, посвященное самым важным человеческим отношениям, прошло в Талдукурганской средней школе номер два. Оно организовано коллективом учебного заведения совместно с городским советом ветеранов. На этом празднике ученики продемонстрировали свои творческие способности, а также знания традиции, культуры и истории своей семьи и народа. Наш корреспондент продолжит. С порога школы коллектив совета ветеранов встречают самые талантливые учащиеся. Игра на инструментах, стихотворение, выставка прикладного искусства. Развитию творческого потенциала в стенах школы номер два уделяют особое внимание. Но самое главное, говорят собравшиеся, это привитие подрастающему поколению высоких нравственных и духовных ценностей. Эти знания ребята продемонстрировали на специальной фотовыставке. Школьники подробно рассказали гостям о своих семьях и их достижениях. Пятиклассник Ирзат Мухтаров, правнук знаменитого ангела в тюбитейке, актера Алимхазыра Имбекова, с гордостью поделился редкими фотоснимками и книгами, подаренными прадедушкой. Родословную своей семьи представила и Виолетта Гребенюк. У нас проходит очень интересное мероприятие в честь семьи. Я сегодня рассказала о своей семье очень подробно. Моя семья, я очень горжусь ей. Мы обязательно изучаем историю своей семьи, нам интересно это узнать. Я очень ей горжусь, я очень люблю свою семью. Осознание ценностей семейных отношений, благодарность родителям, уважение к старшему поколению, знание истории, сохранение традиций. Для воспитания молодёжи в духе этих высоких нравственных идеалах в регионе много лет подряд реализуется программа «Традиции предков. Наследие потомкам». В её рамках члены Совета ветеранов делятся своими знаниями и опытом, укрепляя связь между поколениями. В школе также подобная работа ведётся на постоянной основе. Наша школа работает по восьми направлениям духовно-нравственного воспитания учеников. Мы охватываем всех детей с первого по одиннадцатые классы. Самая главная цель – это профилактика правонарушений среди подростков, воспитание в них, уважение друг к другу, к старшим, помощь младшим. Нынешняя встреча организована с Советом ветеранов Талдыкургана и посвящена семейным ценностям. В этом направлении проделана большая работа. И вот наши ребята смогли показать свои достижения, таланты и умения, знания национальных традиций как на сцене, так и в творчестве. Подобная совместная воспитательная работа проводится во всех учебных заведениях Талдыкургана. Безусловно, говорят, собравшиеся главные основы воспитания закладывает семья. Однако прививаемые со школьной скамьи правильные жизненные ориентиры также помогут подрастающему поколению расти достойными личностями и настоящими патриотами. Парасатта Майдана Нэн Жангера под таким названием прошла конференция в Центральной библиотеке имени Сакина Сейфулина. Мероприятие посвящено творчеству писателя, драматурга и общественного деятеля Толена Абдыка. Кроме поэтов и писателей области ЖТСУ, в заседании приняли участие преподаватели казахского языка и литературы общеобразовательных школ города. Начавшаяся с трансляции видеоролика о жизни и творчестве драматурга Толена Абдыка встреча продолжилась книжной выставкой и проведением библиографического обзора. Читатели поделились мнением о таких работах автора, как Оонгол, Парасат Майдана и Аке. А студенты гуманитарного колледжа Белем исполнили вокальные произведения и продекламировали стихотворения, посвященные Толену Абдыку. Цель этого мероприятия – ознакомление и пропаганда лучших произведений национальной литературы, сохранение творческого наследия казахстанских авторов, а также духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, акция способствует дальнейшему повышению интереса общества к отечественной литературе, в том числе классики, современной литературе и поэзии. Сила в знании. В IT-лицее номер 28 прошел интеллектуальный конкурс «Тогус Тосхаул». В соревнованиях приняли участие шесть команд. Школьники состязались в знаниях устного литературного творчества. Отгадывали загадки и озвучили продолжение текстов, пословиц и поговорок. Главная цель отметили организаторы воспитания молодых лидеров, способных грамотно и четко отстаивать свою точку зрения, развитие ораторского искусства среди учащихся. Состязание прошло в девять этапов. Всего приняли участие 18 школьников, то есть по три человека в каждой команде. На соревнования был приглашен заслуженный деятель Казахстана, известный телеведущий Рахман Умар. Он выполнял роль главного члена жюри. А команда-победитель по итогам игры удостоилась приза имени Рахмана Умара. Дети — это наше будущее, а не наша духовная ценность, наши сокровища. Несмотря на свой многолетний опыт, на встрече с учащимся я немного волновался. Я был очень рад, когда администрация школы пригласила им именно меня на этот конкурс в качестве судьи. Знаете, я восхищен тем, что школьники приняли участие в таком познавательном конкурсе и соревновались между собой на знания тысячи и одной пословицы, а также сто одной загадки. Это для меня приятная ностальгия, ведь когда-то я сам проводил такие передачи. Мы рады принять участие в таком состязании. Перед игрой мы усердно готовились, повторяли пословицы и поговорки, заучивали загадки. Поэтому для меня это соревнование не представило никакой сложности. Такой сложилась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова